Жителей пригорода Петропавловска беспокоит отсутствие элементарных благ цивилизации. В селе Затон перебой со светом, дефицит колонок с водой всего одна на всех. К тому же нет фельдшера, дорог и автобусов. Проще перечислить то, что в наличии. Ну, к примеру, Акимат есть, местные власти каждый год обещают сельчанам решить все наболевшие вопросы со светом, дорогами, врачами. Колонку вторую обещают установить. Журналистам жители Затона говорят, мы одни со своими проблемами. Кристина Юсичева о жизни, которой жизнью-то не назовешь. Обидно, когда вечером сидишь без света дома, смотришь на город, и люди сидят все со светом, а ты сидишь здесь как в средневековье, при свечках. Ну, как в 90-х. И вдвойне обидно, говорит сельчанин, что новые столбы возле дома уже установили. А еще Владислав Бойко переживает, что вот-вот упадет старая опора, которая стоит у него во дворе. Зимой начали устанавливать новые столбы, ну, как бы тянуть новую линию. Ну, и потом так же быстро это все и прекратилось, и до сих пор никаких работ нет. А, ну, столбы, вот он. Его просто хороший ветер, он развалится. Вот он, столб. В этом году из-за аварии на электролинии свет отключали несколько раз, на трое суток. Продукты, которые хранились в холодильнике, потом выбрасывали. А местные власти, жалуются сельчане, их будто бы не слышат. Я когда четыре года назад сюда приехал, документы оформляли, Акимат сказал, у вас будет и вода в доме. Это было еще четыре года назад. И свет у вас все будет, они меняются каждый раз. Понимаете? Я думаю, Аким должен приезжать к людям, а не люди, всем населением бежать к нему. Все дело в том, что село Затон на две части делит Южно-Уральская железная дорога. Она находится, как известно, в ведении российских РЖД. Жители одной половины деревни пользуются электроэнергией от дороги, а потому зависят от правил железнодорожников. При этом обслуживанием линий занимаются местные власти. Когда эти внутрипоселковые сети заменят, жителям объяснял Аким сельского округа. В настоящее время перебоев, отсутствия света такого нету, все стабильно, ситуация. А также мы параллельно проводим сейчас ремонтные работы по замене линий электропередач. Договор заключен в ТО «Биер инжиниринг». Сумма составляет 25 миллионов. В прошлом году мы провели на 9 миллионов, остается у нас еще 16 миллионов. В этом году работа не завершена, так как бюджет не выделен. В следующем году эта работа обязательно будет завершена и свет будет в селе. Ну а пока часть новых столбов лежит вдоль дороги и зарастает травой. Скоро их заметет снегом. Впрочем, помогут ли они даже построены в полном объеме, неизвестно. Есть вопросы и по уличным фонарям. Они установлены, а света в них нет. Как и многого другого элементарного. Есть в Затоне и медицинский пункт, но сюда чаще приходит кочегар, чтобы протопить печь. Ставка фельдшера свободна, а в районе дефицит медицинских кадров. Местным жителям приходится за помощью ездить в соседнее село. Нет здесь ни автобусного сообщения, ни хороших дорог, ни школы, ни детского сада. При этом Затон находится всего в 10 километрах от Петропавловска. И живут здесь без благ цивилизации. Больше 200 человек. Кристина Юсичева, Руслан Алиев. Итоги дня. Североказахстанская область. Продолжение следует.